Что мы будем делать сегодня? Ой, давно я у вас не была. Что-то про сырье. А что же вы так редко ходите? Надо было пораньше записаться, я немножко это... Ругать буду? Да, да. Но у вас раньше все на месте. Да. Другие мастера ругают своих клиентов, я тоже буду. Хорошо. Мы не будем спорить. Мне чуть-чуть покороче, ну не совсем так коротко, но все время. Овальную форму-то делать или как? Ну вот так, как было, наверное. Как и было, да? Ну да. Это ударили что-то? Нет, это не ударили тебе. Своей кровью, красил бровень и не надо было без перчатки. Здесь отмылся, здесь ничего не могло. Всем привет, сегодня монтирую одну только работу. К сожалению, у меня на компьютере скопилось более 900 гигабайтов видео-хроник, и компьютер мне уже не разрешает скидывать новые работы, то есть у него уже памяти нет. Вот сейчас мне надо в срочном порядке смонтировать хотя бы по одной работе, чтобы освободить память, потому что новые клиенты подходят, а сохранять файлы не на чем. Итак, клиентка переходила, как вы видели, и отслойка у нее аккуратно на том пальце, где было пятно от краски. То есть при спиливании я обнаружила хорошую носку, кроме вот этого указательного. И сразу закрадывается мысль, а не могла ли вот эта краска повлиять на отслойку. Я думаю, что вполне могла. И вот знаете, я теперь даже боюсь упоминать других блогеров, но это какая-то глупость, я все равно буду упоминать, потому что все равно все мы друг о друге думаем, и что ж теперь вообще не говорить то, о чем думаешь. Короче, Татьяна Бугрин начала показывать маникюры с цилиндром, а я наоборот перешла на пульки. Хотя я раньше работала с цилиндром. А знаете почему? Потому что когда обрабатываешь кутикулу цилиндром, то она не только приподнимается, и у нее как бы срезается боковая стеночка, то есть кармашка не образуется. Когда вы тонкой фрезой лезете под кутикулу, у вас там такое как раз пространство, как бы капюшончик образовывается, куда можно завести гель-лак, и вроде кутикулка так ее нахлобучивает. И вот этого расстояния до краешка не видно, и выглядит аккуратнее. А когда работаешь цилиндром, то этого кармашка нет, потому что цилиндр, он прям бортиком ставит кутикулу, поэтому по-другому немножко выглядит результат. Хоть от цилиндра я уже вряд ли откажусь, потому что он просто классно работает с прилипшей кутикулой. И вообще, вот когда такие заросшие ноготочки приходят, то вот первый проход я всегда делаю цилиндром, потому что он колоссальную работу убирает сразу. Вот очень налившую, растилающуюся далеко кутикулу, териги убирает в боковых валиках, в общем. А пулей или пламенем уже потом в синусах можно дочистить. В свете последних злобных дней я намекаю на ту, о ком нельзя упоминать. Ну, Татьяну Бугри я, значит, могу упоминать в своих видео. А ту, о ком нельзя говорить, не буду называть. Видео я, честно говоря, не смотрела, но до меня дошли слухи, знают, что меня ругают, что я там не умею делать маникюр. Я на самом деле умею, девочки. И даже новичок, я думаю, справится. Вот возьмите один пальчик, да, посидите над ним полчаса или сколько там, 15 минут, и у вас будет идеальный инстаграммный маникюр. И я, конечно, это умею, потому что я уже не один год работаю. Другое дело – это потоковые клиенты. И я в этом видео, наверное, хотела поговорить как раз об необходимости идеального маникюра. Да, мастер должен уметь делать идеальный маникюр. Вообще понятие идеального при ручной работе не может быть, потому что это только машина может сделать, напечатать одинаковые ногти там и идеально сделать. А там, где ручная работа, ну, по-любому будет не идеально. Вот что-нибудь, да где-нибудь будет. И любой честный мастер, который не врет сам себе, он все равно знает за собой косяки. Другие не заметят, но он знает. Вот. То есть стремиться, уметь делать идеально мы все должны, мы все на разных этапах. Я, например, 40 лет только начала маникюром заниматься и требовать от меня каких-то особых успешных навыков при условии, что я этим поздно уже начала заниматься. И в этом возрасте некоторые вообще уже деградируют. Но стремиться и развиваться – это надо 100% любому мастеру. Вот насколько он может, настолько он должен развиваться. Так вот, другой вопрос, нужно ли каждому клиенту делать идеальные ногти. Потому что я вот в своей работе сталкиваюсь очень часто с ситуациями, когда клиенту надо быстро. И я об этом сто раз вам говорила. Например, у клиентки дети. И она отпустила мужа с детьми гулять. И ей вот надо по-быстренькому сделать, ей просто привести ногти в порядок. Там, может быть, даже не сострижена кутикула. У меня вот клиентка Торопыга, она первое время просто отказывался от маникюра даже. Она просто говорила, покрой мне ногти, всё, маникюр не делай. Некоторым клиентам я так и делаю. Только птериги убирала. Потом есть женщины в возрасте, там с большим весом. Им тяжело сидеть тоже. И поэтому мастер должен, извините меня, засунуть свою гордость, свою репутацию, так сказать, куда-нибудь подальше. И сделать то, что надо клиенту. А клиенту надо быстро. И ему не важно, насколько это качественно. Так вот, я повторяю. Я могу сделать хорошо, но я показываю реальную работу реальных людей, которые у меня на потоке. И я хочу вот просто до вас донести мысль, что если вы идёте в салон, например, где поток, и вам сделают идеально, это вам или повезло, или у вас ногти не запущенные. Если, например, у мастера сильный загруз, то вряд ли он будет вот так вот прям вылизывать всё у него просто. Или уже не будет сил, например, потому что он устал. Или время будет поджимать. Потом ещё вот про пилёшку я хотела сказать, что это вообще тяжёлая работа. Вот особенно, когда длинные ногти и нужно делать опил. Вот я ощущаю усталость лично. Особенно, когда я не первый клиент в день. То это реально усталость. И уже иной раз сидишь и думаешь, как бы вообще закончить эту работу. И, естественно, ни о какой идеальности там, может быть, и не идёт речи, потому что иной раз так устанешь, что мама дорогая. Поэтому меня немножко раздражают, вот когда в инстаграме под макролинзы выставляют вот эти вот вылизанные кутикулы. Там, знаете, что вообще ни одной там пылинки. И я вот понимаю, что вот в реальной работе каждому клиенту ты так не будешь вылизывать. А они насмотрятся вот инстаграмов и, наверное, ждут вот такого результата. На самом деле нет, клиенты не настолько требовательны, вот я вам скажу. Когда я даже начинала, а начинала я без курсов, я училась по видео на ютубе. У меня были далеко не идеальные работы, но клиенты всё равно были довольны. А это самое главное, что у мастера есть клиенты, есть работа, и они продолжают ходить, и они довольны. Это самое главное. И вот когда начинают люди грызть друг друга вот за это качество ногтей, я вот этого просто не понимаю. Ну что такое ногти? У вас что, проблем что ли в жизни нету? Неужели вот качество маникюра настолько важно, чтобы вот грызть друг друга из-за этого и даже ненавидеть? Вот потому что некоторые прям с ненавистью пишут, что у вас такой плохой маникюр. Во-первых, он у меня не настолько плохой, чтобы за это меня ненавидеть. Это просто показатель того, что человек изначально тебя ненавидит, а уже под эту дудочку притягивает какие-то факты, чтобы лишь бы что-то тебе в пику поставить. Вот так вот я считаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот такой у меня маникюр сегодня получился. Это простая работа для новичков, для тех, кто не умеет рисовать, очень легко справиться. Выглядит симпатично. Это не я себя хвалю, а просто вам советую, вот если вы будете на клиентах думать, что сделать, сделайте вот такой маникюр. Он прикольно выглядит. И я жду ваше мнение в комментариях. Считаете ли вы, что мастер должен каждый раз на каждом клиенте идеально вылизывать? И даже тогда, когда клиент просит побыстрее, мастер должен сказать, нет, вот все, оставляй свои дела, плюнь на электричку уходящую, но ты должен высидеть вот у меня, пока я все идеально не сделаю, чтобы меня в Инстаграм похвалили. Ну, а я вам желаю, конечно, профессионального развития, хорошего настроения, творческого вдохновения. Всем пока!